Сразу трое жителей Мариэл стали на минувшей неделе жертвами интернет-мошенников. Таким образом, двое ешкаролинцев и один житель Волжска лишились в общей сложности более 65 тысяч рублей. Как это произошло и что нужно знать, чтобы не попасться на удочку аферистов, об этом и не только в нашем обзоре происшествий. Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции, самый распространенный вид обмана по-прежнему связанный с сайтами бесплатных объявлений. Мошенники используют его, когда пользователь выставляет на продажу какой-то товар. Натолкнуть на подозрение продавца должно уже тогда, когда покупатель очень торопится приобрести товар, желая оплатить картой свою покупку здесь и сейчас. Для получения предоплаты достаточно только номера банковской карты. Сообщать трехзначный CVS-код на обратной стороне карты, срок действия карты и коды подтверждений из СМС ни в коем случае нельзя. Сообщив эти данные мошенникам, ешкаролинка лишилась более 17 тысяч рублей, продавая детскую коляску через интернет. Житель Волжска лишился 9,5 тысяч рублей, продавая на Авито диван. А житель Ешкаролы, подавший объявление о продаже дорогостоящей инвалидной коляски, лишился денег в сумме более 38 тысяч рублей, совершив перевод денег мошенникам через банкомат под диктовку аферистов. Не обошлось в республике без погибших на дорогах. Днем 19 февраля в Килимарском районе на автодороге Ешкарола-Козьмодемьянск водитель грузовой «Газели» по предварительным данным не справился с управлением. Выехал навстречу и столкнулся лоб в лоб с «КамАЗом». После столкновения «КамАЗ» отбросила настоящую обочину, груженный лесом автомобиль. В результате ДТП водители грузовой «Газели» и «КамАЗа» скончались на месте происшествия. На этой неделе особое внимание автоинспекторов к перевозкам пассажиров. Кроме сотрудников ГИБДД в проверках будут принимать участие специалисты по борьбе с экономическими преступлениями, сотрудники транспортной инспекции и не только. Основные нарушения, которые совершают у нас водители автобусов и маршрутных транспортных средств. Это проезд на красный налситофор, нарушение правил проезда пешеходных переходов, невыбор безопасной скорости, пользование телефоном во время движения, ну и прочие нарушения наружного движения. Кражи, нападения, аварии, громкие дела. Последние новости о происшествиях, а также ЧП, произошедшие в регионе, теперь еженедельно в информационной программе «12 новости республики». Субтитры создавал DimaTorzok